Я прочитала такую новость, я была в шоке. Если вы это услышите, вы тоже будете в шоке. Потому что это нечто такое, что неизвестно откуда что прилетает и куда оно может упасть. Вот вам сенсационная новость. Россия выясняет точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты МБР. Об этом заявил журналистом замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко в субботу 15 июля. Накануне помощник генсекретаря ООН Халет Хайри на заседании Совбеза организации заявил, что снаряд якобы упал в море исключительной экономической зоне Российской Федерации. Мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет, сказал он. ООН. Это представитель ООНа, помощник генсекретаря ООН. Халет Хайри не знает точной информации, куда упала эта баллистическая ракета, северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. Это не просто так. Это ядерная, как говорится, ракета. Куда она упала? Он даже не знает. Руденко отметил, что пуск ракеты КНДР стало ответом на действия Запада. По его словам, Вашингтон и его страны-союзники провоцируют Пхеньян наращивать свою оборонную силу. Бомбически реально КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию, что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации. Ну, действительно. Куда они выпустили эту ракету? Северная Корея запустила баллистическую ракету 12 июля. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 километров от Хоккайдо, вне пределов исключительной экономической зоны Японии, в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны. Ранее 12 июня Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. Вы представляете, что они творят? И они теперь будут выпускать эти ракеты. А представители ООН даже не знают, куда упала эта ракета. Так что, господа, спите бдительно. Что творится в мире, это вызывает полнейший шок. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.